Вопрос по поводу вот этой вот опасной биометрии, сейчас опять спросили в чате, прислали 40 рублей, ребят, почему не говорим о биометрии? Говорим, все есть на втором канале у нас, в стримах очень часто, можете поискать, все найдете по поводу биометрии. Значит, у нас есть еще вопрос от Ивановича. Мы категорически противники, считаем, что это социальная сегрегация, которая позволит одним тумблером отключать всего человека, где у тебя не будет ни паспорта, ни карточки, ни возможности для существования, ни получения каких-то медицинских услуг. Это самая настоящая попытка установления массового диктата, которой будет подчинена единственной задаче, надавить на всех недовольных в интересах крупного капитала, в интересах сверхбогатых людей. Потому что есть маленькая, но очень организованная группа людей и огромное большинство голодных, бесправных, живущих в нищете людей, без перспектив на будущее для детей, для будущих поколений. И вот это большинство периодически вспыхивает какими-то очагами, да, и люди говорят, слушай, а какого художника-то? Мы не будем больше это терпеть. Почему вы нас грабите каждый день? Мы будем идти протестовать. И вот здесь эта маленькая, но очень организованная группа людей должно иметь механизм, рычаг реализовать свою диктатуру. В лучшем случае сейчас, да, нас объявляют экстремистами. Вы, незаконные призывы, вы, значит, это самая частая картина. Помимо этого, давление на работе, ты пошел к наблюдателям, членам комиссии, будь готов, что потенциально попытаются, если ты бюджетный сотрудник, где ты работаешь на государстве, тебя обязательно уволят. Или так прополощат, что больше никакого желания не будет у тебя этими вещами заниматься. Но это недостаточно. Ведь, ну, согласитесь, не каждого можно посадить. Ну, как власть не пыталась нас посадить, ну, из-за широкого общества, меня, да, в частности, и с товарищем некоторое время назад такая же картина была. Как они пытались, соответственно, давить? Ну, я юрист по образованию, я знаю, что можно говорить, а что говорить категорически нельзя. Какие вопросы нужно дискутировать, а какие лучше обходить стороной? И в провокационных целях постоянно спрашивают, задают, ну, как вот решить? А здесь, опа, биометриечка, раз и все. И твоя пластиковая карта почему-то больше не отвечает ни на что. Ни билет купить нельзя, ни в поликлинику сходить. Примерно через каждые 100-150 метров друг от друга. Помимо вредоносного воздействия от этих небольших сотовых вышек, еще более тревожной перспективой является облучение направленными лучами миллиметровых волн поверхности Земли с десятками тысяч спутников связи. 29 марта 2018 года Федеральное агентство связи одобрило запуск компании SpaceX на более 4 тысяч спутников, движущихся на низких орбитах. В общей же сложности различные компании связи планируют вывести как на низкие, так и на высокие орбиты более 20 тысяч спутников. Реальность такова, что это является величайшей угрозой для окружающей среды и безопасности людей. И вместо того, чтобы убрать это оборудование, так как у нас есть альтернативное безопасное оборудование проводной оптоволоконной связи в наших домах, но почему-то мы тратим миллионы и миллиарды долларов и открываем дорогу этой индустрии, чтобы она извлекала из нас выгоду. И именно сейчас нам нужны наши представители, которые будут представлять наши интересы и остановить установку этой технологии 5G. Технологии 5G будут применять фазированные антенные решетки, чтобы направлять микроволновые лучи на мобильные телефоны. Эти спутники будут использовать тот же тип фазирования антенных решеток, что и наземные системы 5G. Это значит, что они будут отправлять очень узконаправленный сигнал интенсивного микроволнового излучения на каждое отдельное устройство 5G, находящееся на Земле. Значительно более короткая длина микроволн, использованных в связи 5G, позволит использовать малые фазированные антенны для передачи приема сигналов. Фазированные антенные решетки состоят из групп сотен крошечных антенн, которые работают вместе, чтобы стрелять лучом энергии в цель, как пуля. Группа этих мельчайших антенн может располагаться на квадрате площадью 10 на 10 сантиметров. Они производят микроволновые лучи такой плотности и мощности, которая позволит им проходить сквозь стены и тела людей. Любое телекоммуникационное оборудование 5G также будут иметь несколько фазированных антенных решеток, которые будут создавать мощный луч направленного излучения, управляемый на соту 5G, установленный на столбе электропередач или на спутнике связи. Эти энергетические лучи должны быть также достаточно мощными для того, чтобы проходить сквозь стены, через руку или через голову человека, чтобы достичь своей цели. Это значит, вас будут окружать сотни, если не тысячи невидимых лучей, летающих в пространстве вокруг вас на скорости света. Эффективная излучаемая мощность фазированных антенных решеток телефонов 5G будет в 10 раз превышать мощность сотовых телефонов 4G. Нужно понимать, что спрятаться или укрыться от этого излучения невозможно. Кроме того, микроволновое излучение 5G будет передаваться и приниматься новым компьютерным оборудованием. Стационарное оборудование, такое как Wi-Fi в домах и офисах, будет настроено на прием микроволновых волн в 15 раз сильнее, чем сигнал, принимаемый от сотовых телефонов 5G, и в 150 раз сильнее, чем сигнал от телефонов 4G. Артур Фирстенберг, автор и исследователь, борец за ограничение распространения радиочастотного излучения в окружающей среде, делает анализ того, что из себя представляет микроволновое излучение 5G, которое было опубликовано в издании Microwave News. Он сказал, когда обычное электромагнитное излучение пронизывает человека, оно становится причиной движения зарядов и движения тока. Но когда в тело человека проникают очень короткие электромагнитные импульсы 5G, происходит нечто другое. Движущиеся электрические заряды сами превращаются в микроскопические антенны, которые, в свою очередь, тоже излучают электромагнитное поле и передают его глубже в тело человека. И эти повторно излучаемые волны называются предвестниками брюльена. Они становятся значимыми, когда либо мощность, либо фазы волны изменяются достаточно быстро. 5G удовлетворяет и тому, и другому требованию. Это означает, что когда вас заверяют, что эти миллиметровые волны слишком коротки, чтобы проникнуть глубоко в тело, это не соответствует действительности. И вот, друзья, самое главное, стоит также внимательно отнестись к тому, что внедрение 5G технологии будет влиять на появление третьей спирали ДЭЛКО. Как узнать, что ваш телефон стоит на прослушке? Ну, во-первых, если прослушка ведется с помощью спецслужб, у вас определить ее в домашних условиях не получится. Делается грамотно, делается профессионально, делается дорого. Никаких посторонних шумов, никаких хрипов, писков и посторонних значков на дисплее вы никогда не увидите. Вы можете услышать что-то или увидеть что-то только в одном единственном случае. Если вам в телефон установили шпионскую программу. Это не только информация о ваших телефонных переговорах. Это ваши смс-ки, это все ваши мессенджеры, вайбер, ватсапы, телеграммы и все остальное. Чем хуже программа, тем больше в ней косяков, тем более она явно себя выдает. Начинает греться телефонный аппарат, батарейка начинает греться, начинает телефон издавать какие-то писки, начинают появляться на дисплее какие-то значки. И это дешево, это сердито, этим пользуются в основной своей массе ревнивые жены, ревнивые мужья, партнеры, которые подозревают друг друга в нечистоплотности. Вот как это делается. Каковы признаки того, что на ваш мобильный телефон установили соответствующее оборудование? Во-первых, подумайте и задумайтесь о том, когда его могли установить. Откуда вообще к вам пришел в руки этот телефонный аппарат? Самым популярным видом начала прослушки является подарить человеку телефон. Это один из признаков того, что телефон уже может быть с начиночкой. Второй признак. Люди, которые прослушивают, они сами себя выдают. Вы заметите, что человек владеет той информацией, которой он раньше не владел. О том, где вы находитесь, о чем вы общаетесь с подругами или с друзьями, какие смс-ки пишете, о чем переписываетесь в вайбере. Появляется новая информация, и человек начинает палиться. Пусть вас не смущает то, что коробка была абсолютно чистая и целая. Пусть вас не смущает то, что все было завернуто в пленочку. Поверьте, люди, которые занимаются установкой шпионского программного обеспечения, умеют полностью грамотно восстанавливать целостность упаковки так, что телефон будет выглядеть, как только он куплен только что в магазине. Но не расстраивайтесь. Даже в случае, если шпионское программное обеспечение очень качественно выполнено, очень грамотное, очень дорогое, выявить его не составляет никакого труда. Берете свой телефонный аппарат, несете его к техническому специалисту, который разбирается в телефонах. Он посмотрит и всегда скажет, потому что какая бы ни была профессиональная шпионская программа, она все равно запускает определенные процессы, она все равно потребляет определенные ресурсы. Это все технический специалист, как только он берет это, грамотный технический специалист, как только он берет это в руки, он сразу это видит. Соответственно, отнесли свой мобильный аппарат человеку, которому вы доверяете, который разбирается в телефонных аппаратах, Он вам со стопроцентной вероятностью скажет, стоит там что-то или нет.